Уважаемые коллеги, я о дирижаблях вот прямо так докладывать вам не собираюсь. Я хочу рассказать вам о важности этой темы для нас. В контексте этого мегапроекта, поэтому остановлюсь на нем несколько слов, чтобы вы понимали, почему я беру на себя такую смелость. И почему нам, нам это межведомство, Координационному совету РАН, рабочие группы, в которые уходят, как я скажу, в какие структуры, какие, как говорится, организации, использование таких транспортных средств. Ну, во-первых, рабочая группа, состоящая из ученых Российской Академии Наук, МГУ, видных экспертов в кешном сотрудничестве с органами государственной власти и крупными компаниями с государственным участием. В 2016 году разработана концепция мегапроекта создания пространственных транспортно-логистических коридоров на территории Российской Федерации, соединяющих Азиатско-Тихоокеанский регион и Европейский Союз. Для согласования был выбран шифр этого проекта «Единая Евразия. Транс-Евразийское пространство развития. ТЕПР». В 2014 году основные положения проекта ТЕПР докладывались президентом Российской Академии Наук Фортовым, президенту Российской Федерации и были положительно восприняты. Это как бы толчок для исходный рубеж для проработки дальнейшего проекта. Концепция проекта «Единая Евразия. ТЕПР» является результатом объединения глубокой проработки и логистического развития основных принципов в положении проекта «Интегральная евразийская транспортная система» и «Транс-Евразийский поиск развития», исходящих из системного представления о национальных интересах России. Проект «Единая Евразия. ТЕПР» предусматривает формирование долгосрочных условий для глубокого комплексного освоения территорий Сибири, Дальнего Востока и Арктики на базе создания двух пространственных транспортно-логистических коридоров между Европой и Азией с опорой на новый высокоскоростной железнодорожный комплекс и Северный морской путь, а также формирование развития транспортно-логистической, энергетической и информационно-коммуникационной инфраструктуры между ними как основы для развития экономических зон, создания в них предприятий четвертого и пятого уровня технологического уклада, условий для развития агропромышленного комплекса, туризма и закрепления трудоспособного населения. Реализация целей проекта, на наш взгляд, будет способствовать выводу Российской Федерации на новый уровень экономического и научно-технологического потенциала, устранению диспропорций в социально-экономическом развитии регионов России и достижению программной цели региональной политики и обеспечению стандарта благополучия на всей территории нашего государства. Всего проектом должны быть охвачены непосредственно 23 субъекта Российской Федерации. Особое значение создаваемая инфраструктура будет иметь для решения задач национальной безопасности и укрепления обороноспособности государства. Проектом предусматривается в ходе его развития интеграция с транспортными коридорами и маршрутами государств-членов Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, а также, возможно, перспективную глобальную транспортную сеть, которая объединит различные континенты. По инициативе созданной рабочей группы по разработке проекта «Единая Евразия Тех» в 2016 году идеи и положение концепции проекта рассматривались в аппарате Совета Безопасности Российской Федерации. В аппарате правительства Российской Федерации получили положительные отзывы от Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Минэкономразвития, Министерства транспорта, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Президиума РАН, ученых Московского государственного университета им. Ломоносова. Серьезное внимание проекту было уделено комитетами и аппаратам Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Его концепция обсуждена и получила поддержку на заседании Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации 15 декабря 2016 года. Все выше указанные органы государственной власти, ученые и эксперты отмечают актуальность и важность идей и положение концепции проекта «Единая Евразия Цифра» для развития нашего государства, международного сотрудничества и человеческой цивилизации в целом. Это позволяет сделать вывод о том, что период осмысления проекта и дискуссий вокруг него в основном завершен, и можно приступать в случае принятия решения окончательно о целесообразности ее реализации к детальной проработке. При разработке проекта предложены этапы его реализации подготовительный 2016-2018 год, основной 2019-2025 год и последующего развития 2025-2035 год и далее. Их содержание, а также основные показатели для реализации основного подготовительного этапа проекта на основе предварительных расчетов потребуют 310-320 миллиардов долларов Соединенных Штатов. Инвестиции. Из них для разработки и реализации проекта высокоскоростного железнодорожного комплекса ориентировочно 270-280 миллиардов долларов. Исходя из результатов предварительных расчетов, цен и ранг, период окупаемости первого и второго этапа проекта может составить от 12 до 15 лет. В ходе реализации целей проекта может быть организовано до 20 миллионов рабочих мест, из них при строительстве высокоскоростного железнодорожного комплекса и полосы экономического развития вокруг него до 7 миллионов новых рабочих мест. Расчеты показывают экономическую выгоду реализации проекта перед суммой менее крупных проектов, решающих задачи модернизации экономики страны по частях. Реализация целей проекта позволит создать не только транзитные глобальные маршруты, равнодушные к территории, по которой они проходят, но и использовать их как каркас, несущие конструкции для транспортной, энергетической и информационно-коммуникационной решетки на территории Сибири, Дальнего Востока и Арктики, для запуска на ее основе новой индустриализации страны, связанной с использованием прорывных технологий нового промышленного вклада. Это, возможно, будет процесс формирования интегральных инфраструктур нового поколения, на базе которых будут создаваться промышленные кластеры и новое поселение. Реализация решения этого комплекса задач позволит перейти к стратегическому планированию на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. Реализация целей проекта может придать новый импульс развития, выражающийся в стабилизации международной политической обстановки и переходе к устойчивому развитию мировой цивилизации на основе общего дела и партнерства государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы в данном проекте. Владимир Яковлевич, попрошу, вот, по теме, следует также отметить, что 30 июня 2017 года в соответствии с решением Совета безопасности президент принял положительное решение и согласился с предложением, я цитирую, «для стимулирования комплексного сбалансирования развития регионов, а также кооперационной связи между ними целесообразным более активно использовать потенциал института развития, а также стратегических мегапроектов, в частности, по развитию транспортной сети, соединяющей европейский и азиатско-тихоокеатский регион. Особое внимание обратил на связь между эффективностью политики модернизации и качеством стратегического планирования». Я бы, почему я так быстро говорю, дорогие товарищи, не для того, чтобы вот превратить это в лекцию и, как говорится, обратить основное внимание на этот проект. Я хочу сказать, что этот проект, вот, руководителем рабочей группы, которой я являюсь уже два года, и ученым, скорее, вежведомство, коордиционной комиссии, он достаточно уже глубоко проработан и находится на стадии представления на Совет Президента по стратегическим и приоритетным проектам. Теперь к теме нашего сегодняшнего заседания. В разработке частей этого проекта принимало, в том числе, ну, помимо РЖД и так далее, и так далее, Министерство обороны. Со своей структурой есть такая оборонлогистика. Они брали за основу опыт использования малой авиации таких регионов, которые похожи на нас, это Дальний Восток, Сибирь, это Аляска. И, исходя из этого, они подготовили свое приложение, это является частью приложения, это частью основной концепции мегапроекта. В общем-то, было предложено использовать инновационные транспортные средства там, где невозможно создать межрегиональные авиационные кабы для использования среднемагистральной авиации и быстро вызводимые взлетно-посадочные полосы для малой авиации, инновационные транспортные средства, которые могли бы взять на себя доставку в труднодоступные регионы, там, где невозможно создать инфраструктуру для авиации, инновационных транспортных средств, таких как дирижабли. Почему я остановился на дирижабле? Потому что, используя, так сказать, опыт взаимодействия с некоторыми компаниями, которые производят эти инновационные транспортные средства, Министерство обороны обратило наше внимание на то, что в рамках аванпроекта, который они в 2015 или 2016 году представляла вот здесь сидящая компания «Авгур», это инновационное транспортное средство, дирижабль большой грузоподъемности и дальности полета с рабочей грузовой кабиной, которая находится внутри. Нам это интересно с двух позиций, прежде всего. Первое – это экономичность, возможность перевозить грузы крупногабаритные на дальние расстояния, без отсутствия необходимости создания инфраструктуры для использования этих средств там, где нельзя использовать авиацию. И, естественно, это вписывается в канул мегапроекта, который предусматривает создание транспортной решетки на территории вот этих регионов Российской Федерации для их комплексного освоения и глубокого, так сказать, развития, создания экономических, особых экономических зон, опережающего развитие и так далее, и так далее. Поэтому, вот я с удовольствием пришел сюда, чтобы услышать опыт тех людей, которые всю жизнь занимаются воздухоплаванием, прежде всего, для того, чтобы, может быть, вместе с вами дополнить те идеи, которые есть с точки зрения концепции этого мегапроекта. Ну и как ориентир сказать, что, в общем-то, то, что есть в дирижаблестроении, вот по концепции дирижаблей с жестким корпусом, внутренней кабиной большой грузоподъемности, системой автоматической балластировки, она нас вполне устраивает, и я рад бы был услышать, если в этом направлении наше воздухоплавание ушло дальше вперед или появились конкурентоспособные образцы. Извините, что забрал время и сказал вот предыдущие слова не совсем по теме, но без этого контекста было бы не совсем понятно, о чем я тут говорю. Спасибо большое. Давайте тогда я все-таки предупрежу, что 10 минут у нас до регламы, а не 12. Сейчас слово по теме транспортной дирижабли для оптимизации отрасли задач нефтегазовой отрасли сделать представитель промышленного бизнеса генеральный директор компании СПГ «Горская», в недавнем прошлом президент дирижабли строительной фирмы «Локомаска» и Кирилл Георгиевич Лякс.